И Александр Платонов сегодня в стартовом составе выходит. Ну вот Горан Белец из четвертой зоны. Здесь сравнивают счет из 4 по 4. Одиночный блок очень здорово он обыгрывает. Вообще наша команда стала второй командой, которая поменяла по ходу этого сезона легионера. 13, Максим Михайлов, который вместе с Лораном Олегом остался на площадке во второй партии. Горан Белец из четвертой зоны. В атаке, в атаке Белец пока во всяком случае. Дмитрий Ковыряев принимает в третий метр. Горан Белец на двойном блоке. Здорово забивает. 12-10 становится счет. Четвертой зоне подключил. 10-15. Александр Гуцалюк. Горан Белец за на... Хороший очередной прием Урсова. Вот, на самом деле, положительный момент, что вот в исполнении наших ребят, фу-фу-фу, ну, немножко нормализовался. Вот так вот прием. Кирилл Урсов раз за разом такой очень короткий. Остается. Вот Евгений Андреев. И Сотгорн Белец из четвертой зоны. Вновь в атаке приносит очко. Третье очко в этой партии нашей команды. Сам отправляется на подачу Серб. Команда не получалась абсолютно ничего. Ну, вот еще один шанс отличиться у... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. У него был блок, у него был эйс, у него было две атаки, лучше сыграл. Значит, давайте все-таки вернемся к игре и скажем о том, что практически невозможно. И здесь третий раз Любович неправильно играет в защите, при правильно выбранном месте неправильная постановка рук и ног, ну и белится очень аккуратно, вот то есть нужно расположить корпус таким. Из Белогория, из Белгорода и там тоже повышенный большой интерес к этой игре, а счет известен, они только начали. Белгороду надо подтверждать теперь. Белится в атаке от блока Павла Круглова в аут. И это тоже просто спасение, а не доводка, но есть и неплохой удар по блоку от Горана Белицы. Горан Белица блестящий. Светлое пятнышко оставил он в концовке матча с питерским «Зенитом», когда так два эйса ему удались. Многим лидерам сегодня, что называется, пока во всяком случае дал передохнуть. Ну и на Белице видно, что вот на этих планерах не в своей тарелке чувствует себя серп. И вот за право играть в плей-офф, но у нас остаются теоретические шансы, будем за них цепляться. Тем более, попал ничего страшного Артем Вольвич, Горан Белец. Купой Мали, но вот оставить этот мяч в игре не смогли. Вильфредо Леон вновь не вкладывается. Была уже одна игра, когда Панков набрал равное количество очков с Камеха, по-моему. И это молодой, молодой перспективный игрок, редко появляется на площадке. Но сейчас... Да, это дистанция. Не рискует, планирующую выполнение. Но... Все-таки потенциал какой-то в его подаче, безусловно, есть. Вот он, этот потенциал, и из города Белец, и так вовремя его... Еще одна хорошая подача, не будет 4-6 на подаче Горан Белеца. Ну вот отведенный мяч. Вот как раз Горан Белеца, да? Горан Белеца. Знаете, я вот сейчас... Можно каким-то образом суркутов стрепенуться, что-то там нет, тишина. Горан Белеца. Нет, доводки у Дина. Заигрался вот в прошлом отрезке, поэтому была у него возможность несколько очков посмотреть со стороны. Вот сейчас, уже получив две хороших доводки, начинает снова ускорять игру. По-другому у Динамо не выиграешь.